Добрый день, моя дорогая подружка, Оленька, я тут хочу просто оставить ограничения на время. Сейчас я минуточку. Я поняла, что лучше всего ставить ограничения 9 минут, не больше. Тогда как-то лучше получается налог. У нас в Чикаго идет снег. Такой вот, на самом деле, очень погодая. В этом году зимняя одна. Совершенно нет снега, такая вот бесснежная. Зимняя давно не моноложила. Немножко такая задумчивая. Ты, конечно, жалеешь, что ты не встретилась со мной этим летом. Я тоже жалею, как-то сказать, очень сильно. Ну, понимаешь, это лето было такое какое-то странное. Я поехала со своей подругой туда, вот, в Псковскую, в Новгородскую область. Ну, и по дороге очень сильно нервничала. Она вела как-то очень осторожно. Ну, и когда я вернулась, я благодарила Бога, что я вернулась живая и невредимая. Ну, и потом, как-то я долго к себе приходила. Ну, и потом какая-то у меня депрессия была. Ну, вот это все. 51 год, сама понимаешь. Ну, тебе еще, ты еще молоденькая. Ты на 8 лет меня моложе. Ну, а я вот так вот. И как-то, ну, еще я жила не у себя дома, на даче у родителей своего мужа. Ну, и как-то там я не свободна. Ну, а поехать в город могла бы, конечно, с тобой встретиться там, встретить к тебе в гости. Ну, не знаю. Я хотела, но почему-то что-то у меня произошло с головой, и я не смогла. Ну, ладно. Это какой-то грустный такой монолог. Ведь я хочу крепко обнять, прижать к своей груди, потрогать твои, 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 твои песни, поцеловать тебе в шейку. Ну, и все такое прочее, потанцевать с тобой немножко. Помнишь, как мы с тобой танцевали? В общем, ну, извини, я старая лесбиянка, ну, и как-то тебе всегда была неравнодушна. Мне тебе нравилась твоя мочековая фигурка, твоя вот эта озорная улыбка, твоя вот такая речь прямая, что говорю, то и думаю. Я тоже такая. Мы этим чем-то похожи. Ну, и немножко, мне кажется, ты немножко очень много пьешь. Вот я бросила пить, у меня, кстати, настроение стало не такое вот. То есть я более сейчас обнагренно. Похожусь в каком-то равномерном состоянии. Ну, алкоголь вообще такой. А ты все думаешь, айфория, то депрессия, то и айфория, то депрессия. Ну, и все это как-то так. Ну, я не знаю, я тебе ничего не советую. Я говорю, алкоголь, я по себе познаю, как он воздействует на нашу женскую психику. Алкоголь, опять же, неустроенность наша. Ну, здесь эта ситуация в стране, там, опять же, не знаю, как у тебя с работы. Ну, я давно не работаю, поэтому как-то я... Я даже и не знаю, как это, что такое, когда ты потеряла работу, например, ну, и все такое. Ну, и как-то. А монологи свои я сейчас как-то прекратила на какое-то время. Я провела серию монологов для своего друга Жоанна, где я просто 20, провела 20 таких сеансов. Я просто говорила все, что думаю, об нем, об мужчинах вообще, и как-то так. Ну, и потом бросила на это. То есть это как-то так сказать. Интересно было ему, но больше никому. А потом я опять переключилась на чтение. Я сейчас читаю Венечку и Райфиле. Я в «Москва петрушки» вслух. До этого я читала «Корчур». В общем, мне нравится такая проза, немножко ироничная, с юмором, и короткие главы. Я их читаю, вешаю в YouTube. И мне это достаточно. Еще у меня в Facebook есть аккаунт. Светлана Милина. Ну, и как-то где-то у меня там около тысячи всяких френдов. Ну, я иногда вешаю туда свои фотографии. И монологи на английском языке. То есть я поняла, что не надо очень сильно социкливаться на нашем родном русском языке. Надо отключаться и пытаться что-то сказать по-английски. То есть это моя проблема. Я, кстати, знаешь, стала как-то лучше. Я поняла, что по-английски надо не таратурить, как я таратурю по-русски, а речь что-то медленно, вдумчиво, как будто я такая очень тупая-тупая русская дама. И с юмором. Ты знаешь, это, так сказать, воздействует. Мне лайки ставят, какие-то поклонники. Ну, я понимаю, но арабам вообще нравятся пылые женщины. Они мне посылают в личку всякие порнографические ролики. Очень смешные. Ну, мы посылают туда опять же свои полуфори-члены. Я их, так сказать, собираю. Так сказать, коллекционирую. Ну, очень интересно. Ну, сам все члены обрезаны. Обрезаны. Славяне не шут. Да, я со славянами особо не общаюсь. Там какие-то люди, Сюгославы, несколько человек. Ну, я стараюсь. В основном, арабы, негры, там, африканцы. Ну, и еще, так сказать. Это смешно. Ну, скажу тебе, как по-друге близко, что моя психика немножечко поправилась. Я уже не такая, так не так очень на все это реагирую. То есть, я не так прям возбуждаюсь. Нет, спокойно, так, как на работе. То есть, мне так, ох, захожу в Facebook, там, сразу 20 в личку. Я должна всем ответить. Hi, hi, I'm good. I'm good. Ну, все хотят, конечно, общения. Общения хотят. Мужчины хотят общения. Виртуального секса. Я сказала, no, 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 I'm married, I'm, я замуж. Это все такое. Ну, и, в общем, это так. Это немножко смешно. Ну, и этому я посвящаю какое-то время. Где-то часу там. То есть, вот на эти свои чтения. Потом какие-то фотосессии с этим. Смартфон. Ну, и все. А потом я ее, ну, занимаюсь своим рисованием. Я очень, опять-таки, взорвнулась, решила к анимации, мультипликации. Так сказать, решу. Да еще я редактирую свои старые миниатюры. Ну, редактирую, очень сильный дописываю. Я их увеличу в размерах. Я добавляю воздуха. Ну, и многими решила много этим заниматься. То есть, ну, где-то полчаса в день, минут сорок, посидеть, просто помедитировать. Ну, в общем, так вот. И мое состояние стало более равновесное, равновешно все. Ну, опять, вот, чу-чу-чу. Говорю, в прошлом, в этом году, значит, психика все время туда-сюда, туда-сюда. Вот, смотри, у меня черночки такие. А это, смотри, эти сапожки. Я одна шла на помоличке у нас. И этот свитерок тоже на помоличке. Такой он до сих пор пахнет какими-то приятными женскими духами. Такая сапожка. У нас такие чекарские помолички. Я с большим удовольствием их надеваю. И хотя мужчине нравится, очень секси. Все они пишут секси-секси. Я все секси. То есть, я секси, но я не блют и фу блют и фу секси. Ну, в общем, так незаметно прошли эти 9 минут. Очень минута осталась. Пиши мне, как ты, разговаривай почаще, пиши. А то, обычно, я как-то кому-то напишу, и мне только отвечают. Тут не отвечают. Понимаю, в Москве грустно, репрессивно, может быть. Ты, наверное, за границу сейчас не ездишь. Как там твоя дочь поживает. Интересно. Ну, в Амире ты, наверное, не доберешься. Ой, очень жалко, что нас так все раскидало. И мы крайне редко видимся. И даже не переписываемся. Ой, надо ноги немножечко побыть забыть. Опять на мышке. Спасибо, моя дорогая Улька, что ты меня помнишь. Я очень хочу оказаться в каком-нибудь нашем московском женском обществе. Играть, целовать друг друга. Жалко, жалко. Время проходит. Старость. Старость. Вот так. Я тебе еще пошлю в новом году. Это как бы прощальное видео. С наступающим 2019 годом. Целую тебя во всеми ста. Твоя Магда Фишерман. 1-2. Твою мазorcом. Твою мау. Наз含. Всё. Все. Всё.